ребята привет с вами алексей грильков и наша рубрика рейтинг который мы тестируем всевозможные полуфабрикаты а может быть и не полуфабрикаты и раздавляем места от первого до пяти в группе вконтакте был опрос где вы проголосовали за пиццу вам интересно узнать какая хорошая как расставится рейтинг сегодня скажу честно мне тоже интересно но есть пару нюансов что их пять штук а духовка 1 и буду я не хочу мудить их микроволновки делать потому что я честно говоря к микроволновке отношусь очень очень скептично типа и сели там молока подогреть это еще нормально а вот делать всякие пиццы это не то сразу хочу сказать по поводу состава я расскажу вам но шибко тут не надо думать что тут все полезно естественно это все съешьками это все загустителями это все с консервантами и нифига полезного в этом нету и я никого ни в коем случае не пропагандируешь покупать эти пиццы если вам не нравится конечно не стоит это делать как по мне вот редко 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 очень можно но не чаще то есть постоянно употреблять ее я думаю не стоит тем более как на мой взгляд можно купить все ингредиенты сделать самому но уж если не хочется самому делать то проще заказать доставки но все-таки такие пиццы продаются в магазинах и они пользуются успехом и так что сегодня по пиццам их пять штук первое это пицца цезарь а пицца цезарь весит у нас 420 грамм стоила она в 189 рублей так я сейчас для себя тут выписал в блокнотике чтобы все это удобно вам рассказать по поводу цезаря очень много консервантов и неизвестен сыр какой используется разумеется пока идет видеоролик были близкой съемки состава вы можете остановить посмотреть на консерватов действительно много и сегодня все претенденты вот гораздо на эти так следующая пицца это ресторан ты от компании доктор эдкер мы как-то по моему уже брали ее только из другой серии обошлась она обошлась она в 159 рублей за 330 грамм что с от киром и говоря все более-менее ничего также консерванты естественно и здесь используется сыр гауда если им верить но будем надеяться проверим не знаю пойму ли я по вкусу что там гауда пиццы все кстати говоря брал более-менее такие оля пепперони что были грибы ну чтобы разумеется был сыром тех очень любопытно что там находится если честно следующая пицца это от компании лента вы часто в комментариях просили лёш давай что-то такое приземленное что продается во всех гиперов я естественно подумал надо заехать и в ленту и в окей тогда посмотреть их и так что с лентой лента у нас 131 рубль за 350 грамм у ленты вот по консервантам мы вчера пока сидели с наташей я говорю наташа вот сейчас вот эти говорю ты вот прям записывай все завтра будут читать читаю дословно лента консервантов дохрена да и кстати говоря вот в этой пицце непосредственно используется усилитель вкуса то есть будем смотреть и мне интересно же она будет на очень-очень вкусная и выделиться среди других пиц если верить производителю то сыр у нас там моцарелла меня это несомненно радует потому что я считаю в пицце такой добротный нормальный должна быть именно моцарелла следующая пицца это компания окей никого в жизни не видел такое количество пиццы на одном столе ну да ладно так окей с салями что у нас по денежке 132 рубля за 320 грамм здесь у нас дословно сочетаю менделеев отдыхает плюс ешки усилители вкуса сыр написано голландский а по поводу вредности консервантов которые используются в этих пиццах ничего такого прям вот вообще что вы прям умрете наверно бы приду вообще звучит умрете вообще просто такого прям шибко-шибко плохого нет но я не рекомендую вам использовать эти пиццы очень часто да наверно вот так проще все-таки заказать как на мой взгляд или сами ну сами вот мы с наташей очень много делали рецептов было уже штуки три наверное и вы можете увидеть что это не занимает много времени но сегодня мы не будем пиарить рецепты сегодня мы с вами проверяем все-таки именно эти полуфабрикатные пиццы следующая компания это компания вичи кстати говоря по поводу этой компании я видел от них только крабовые палочки я был очень удивлен что они косы еще и пиццы делают причем без морепродуктов но я надеюсь там крабовых палочек нибудь что я часами их терпеть не могу не есть хорошие производители но не всем вичи по стоимости 164 рубля 315 грамм консервантов много опять же но сыр неизвестен то есть почему-то производитель не написал на мой взгляд надо писать какой сыр вы используете чтобы люди понимали что хотя бы они получают здесь такая прям лычка больше начинки 345 грамм по цене 315 вот какие щедрые ребята 30 грамм подарили это же просто здорово ребята бред вообще а что мы сейчас делаем так как сегодня довольно таки нестандартный у нас рейтинг я сейчас ухожу наташа берет какие-то две пиццы запердоливает запердоливает плохое слово кладет их в духовой шкаф разогретый все будем действовать по инструкции как где что написано будет меня звать я буду приходить делать выводы потом еще раз уйду то есть вы понимаете что 5 пицц у нас ну просто чисто физически не влезет духовку поэтому придется делать постепенно надеюсь что будет интересно так что я пошел отдыхать а наташа наташенька работайте пошел отдыхать процесс запущен первые две пиццы уже готовы и я готов вместе с вами их обозреть что у нас есть никаких критериев особых я не буду делать я не профессиональный человек от обзора которых там обозревают все эти продукты так чисто по-свойски буду рассказывать итак экземпляр номер один а что мы видим черт возьми грибы пошинкованные очень жидко их очень мало здесь видно что сыра вот прям ну вот я сейчас вижу номер два например и я могу понять что здесь его очень мало колбаса ну типа на каждом кусочке есть на это все таки приз приятно здесь то есть их получается раз два три 4 5 6 7 7 кусков колбасы вряд ли это салями скажу честно что-то такое с ветчиной есть сыра мало тянется ли сыр нет сыр не тянется конечно же это я что-то я губу закатал тесто пропеклось все шикарно нормальненько она мягкая да у нее кстати говоря корки такие то есть нету такой затем бывает пиццу поставишь а корки на и прям хрустящий нет здесь все в порядке в этом плане давайте попробуем что у нас по вкусу но наверное очень много соли солноватость чувствуется сыр определить вообще невозможно может можно вот этого вообще забыть колбаса нормальная вроде как я вот не знаю что дает солноватость либо этот типа типа салями либо это ветчина либо это сыр томатная основа вообще нету то есть вот этого соус который должен быть я очень люблю сидел и свои рецепты я делаю как можно больше потому что мне нравится она прямо богатая была по вкусу сложно сказать пока естественно я ставлю ее сюда ну сушь какого пакмана я сделал но что же давайте номер два посмотрим здесь уже обстоят дела абсолютно по-другому количество сыра вы сами видите здесь его в разы в разы больше здесь видно грибы шампиньоны причем здесь они какие-то вот такие вот зажухлые я не знаю замучены это богатая замученная со спой номер три в этой как про тогда да 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 давайте посмотрим по сыру вы смотрите здесь даже сыр немного тянется но здесь его в разы больше это чувствуется корки опять же вот здесь корки немного наташ готовила все по времени как сказать как рассказано корочка такая дубовая дубово все сделано ветчина есть она мне на вид нравится больше чем вот здесь вот мне нравится количество сыра томатная паста видно томатный соус здесь тоже есть давайте попробуем мне нравится здесь как шампиньоны выглядит они как будто даже свежие или типа лёша закатай губу как и свежие шампиньоны давайте попробуем а подождите на по поводу кстати говоря имбиря многие пишут имбирь закусывая ребят но вы не путайте это японская кулинария там используется это я имбирь просто если честно вообще терпеть мне поехали ребятоньки а вот это вот это заявка на победу нежнейший сыр сложно сказать какой честно не знаю опять же очень интересная вот если здесь ребята которые делают номер один не запариваются по поводу томатного кого-то соуса хорошего здесь прям чувствуется знаете даже кусочки помидора попадаются очень неплохо единственный минус конечно это ну да это по сути сухари ну если не брать во внимание этот момент то по вкусу мне все очень нравится ветчина кстати ветчина попалась затем вот отдельно попробую все таки а вот и неплохо здесь она была нарезана я уж не знаю каким-то сверх лазером наверное я уж не знаю чем они нарезают все это делал на просвет да ну это вообще конечно очень жиденько здесь прям вот от души то есть не запариваются по у того что надо типа им сказали делайте тонко там данную ветчину нет здесь все вполне не нравится количество большого количество сыра здесь пока я номер два у нас идет на первую позицию как мне любопытно что это за пицуньки честно ребят вы знаете в каком-то смысле наверное если бы не под накосячила корочка я бы наверно даже дал бы но вернее я бы даже может быть усомнился что это готовая пицца потому что по вкусу но прям вот то что надо очень очень сбалансирован никакого пересола нету и по начинке the best 2 пиццы у нас еще загружены так что пауза и скоро встретимся подвезли еще пиццу льда ташенька спасибо тебе большое давайте подойдем к следующим это номер три по поводу визуального осмотра могу сказать следующее мне не нравится во первых соус какой-то рыжеватый и почему-то как-то вот сыр как будто его так накидали по приколу сюда и все а что случилось когда я вытащила коробки все начинка была в одном месте она просто съехала то есть она была внизу комком типа как будто как бы разморозили ее и заморозили типа нет она как будто вообще к тесту ни при не при она жила раз в отдельной жизни я ее когда вытащила перепугалась ну как смогла разровняла ну о да нет все нормально естественно это было бы лучше чем если бы ты оставила все на своих местах она по визуальному осмотру могу сказать следующее что ну вот тут прям вообще вот прям вот вот такой вот кусочек ветчины вот но меньше на терке терл действительно правда единственно что здесь видно что есть перец свежий грибы опять же вот-вот-вот-вот как так вот да грибы то вроде вкусные но вот соус вы знаете она суховатым по поводу тянущийся сыра но чуть-чуть есть но не сильно а корочки ну корочки опять же чуть-чуть пока только одна у нас может по но не сильно здесь кстати меньше чем в той давайте пробовать сразу же чувствуется перец меня это пугает вообще должно чувствуется салями там не знаю грибы нам чувствуется что овощей много это бесподобно вкусно но ребята я покупаю мясную пиццу я хочу видеть здесь как минимум ветчину ну или колбасу не колбасу а салями в данном случае пока по начинке первую никто не переплюнул грибы мне здесь тоже опять же не нравится но они как-то у дайте кого-то пицца сделано тяп-ляп вот типа ай так сойдет давайте продавать ее вот мне вот такой вот вариант честно вообще не нравится я пока оставляю ему всем пока здесь у нас стоит давайте к следующей перейдем номер 4 но что я вам могу сказать при визуальном осмотре давайте для начала начала посмотрим кусочек ну ее мое здесь даже сыр тянется похоже что здесь солянки здесь большое количество сыра вот как вот в третьем экземпляре типа вот это покидали вот так вот наверное где-то дала что ну ладно как бы хорошо но он все равно даже не сказать это мало для такой пиццы и нет ее должно быть как минимум больше здесь в экземпляре номер 4 здесь видно что и здесь есть что у нас здесь есть салями скорее всего похоже на них грибы вот тоже грибов жалеют я не знаю но это такое как бы ингредиент не очень дорогой на положили побольше но здесь есть много сыра и здесь в отличие от экземпляра 3 у которых это непонятный застывший соус который я думаю что наносили шпателем причем вот так вот снимали постоянно лишь бы на следующую пиццу еще хватило здесь видно что соус есть он судя по всему на томатные да на томатной основе пицца выглядит неплохо и кстати по поводу коров здесь их сильных нету то есть они мягенькие я предлагаю нет я вам для начала предлагаю попробовать чая чтобы запить все это дело наташа начинает уже студию рушить потихонечку но вот это чертовски вкусно о это мало того что чертовски вкусно слушайте знаете что могу сказать она острая то эти солямки они именно очень острые и на коробках когда я смотрю пиццы ни на дно не было написано что какая-то там остро еще что-то ну вот как по мне это здорово я люблю острые пиццы не знаю чем это добивается скорее всего это с солями какой-то определенные очень на чураска похоже но я могу ошибаться грибы чувствуются не очень мне нравится соус соуса много соус есть и сочетание сыра хорошая рискну предположить что здесь используется моцарелла но это мне кажется я могу ошибаться опять же что я с ними ошибаться уже хорошие я пожалуй даже я даже пожалуй отдам первое место потому что по вкусу эта пицца мне понравилась больше чем остальные пока у нас колодец так все ждем пятую пиццу и будем уже подводить итоги заключительная пятая пицца выглядит она вот таким вот образом не могу сказать что она выглядит плохо нет чувствуется что она ну что здесь единственно зелень по ходу дела есть я уж не знаю терпеть не могу пиццы с укропом из петрушки я не понимаю зачем некоторые производители даже доставки делают я недавно заказывал не помню как называется очень туда на сандалии укропа ними нереально кася куда пирог получился вот для меня зелень в пицце это вообще бред какой-то сыр здесь есть здесь есть разные видимо виды колбасы одна большая вторая что-то больше похоже на солями по поводу по поводу шампиньонов грибов здесь они есть здесь они порезаны хотя бы нормально не вот это вот на терке здесь это сделано все более-менее неплохо ветчина есть но здесь какой-то такой может быть сбалансированной что ли получается то есть не отвратительно на нее смотреть вот вот третье мне пока не нравится вообще я не понимаю как так можно было сделать это все ну да ладно штаксы что у нас по корочкам очень мягкие вы знаете прям вот наверно самые мягкие которые были из этих нет пожалуй еще 4 вот нам до сих пор мягкая может быть это что-то добавляет какой-то ингредиент ну ешечку давайте попробуем посмотрим что такое по вкусу что сразу чувствуется чувствуется большое количество сыра и действительно большое количество не как там вот например загребляли номер один все вообще тут нету есть соус соус хороший я бы даже предположил что сделан он прямо из настоящих томатов надеюсь что я прав может быть и нет грибы чувствуются колбаса неплохая вот здесь остроты нету если экземпляр которая показ поставил один но это только потому что я люблю острые мне она понравилась хотя я считаю что надо предупреждать на упаковках когда ты покупаешь что там например она острая вдруг кто-то не любит и купит ее но по вкусу пока number one хотя нет может быть даже я бы эту поставила номер один если честно потому что хотя зелень здесь не так чувствуется я вот спорно у меня вот этот пятый вариант наверно он будет делить первое место нас конечно такого пока еще не было хотя давайте наверно я отдам ему все-таки второе потому что что-то нет еще дайте еще раз попробую она классно но это тоже вкусно вот эти две пожалуй одни из самых экземпляр 2 немного не дотягивает не очень напрягает корки причем вы знаете самое интересное что эти корки они сейчас уже прям даже не курки она вся дубовая стала если потрогать остальные пиццы они все мягкие включая даже эту без начинки как без начинки конечно странно в общем я отдаю второе место но вот если так говорить она тянет на первое мне просто острота по кайфу больше если бы она не была острая на может быть я бы дал и второе место вот как то так рейтинг у нас произошел сейчас я ухожу наташа расставить и будем делать это любопытно это очень любопытно ребятушки но что рейтинг расставлен я если честно в очередной раз в шоке вот что значит это делать вслепую как как это вообще могло произойти по порядку начали я скажу как все распределилось первое место это фирма лента вторая это доктор от кирс пиццы и ресторанта 3 цезарь четвертый окей но и 5 педалага вичи давайте по порядку пройдемся по поводу первой пиццы я говорил что используется здесь усилитель вкуса как к этому относиться законно это первое место или незаконная мне она понравилась единственное что я сделаю замечание себе потому что здесь нарисован перец чили именно поэтому она показалась мне острый но все-таки было бы здорово если бы вот какую тилычку сюда навели типа вот остро осторожно неосторожно конечно чтобы люди просто понимали вот я тоже взял подумал может болгарский перец еще что-то не стал я разбираться с этим в итоге она острая на мой взгляд очень вкусная мне понравилась именно начинка всяк составляющая по 2 пиццы это ресторанта заслуженное второе место но я вот чувствовал что она делит первое со вторым не здесь больше понравилось тесто скажу так она мягкая она до сих пор даже мягкая хотя прошло уже минут наверное насколько 10 на 15 точно прошло она теплая и мне нравится количество начинки что ребята здесь запарились и положили разные колбасы то есть здесь есть и салями по ходу дела и какая-то такая непонятная колбаса и сыр есть и что самое интересное здесь соус мне понравился больше чем в первой ну как лента в красавцы вот ну конечно да и и понятно все эти идут это вкусно вот по отношению того что это все не все это все вредно вот это ряда как на вкусную цезарь пицца что мне понравилось скажу так мне понравилось здесь количество начинки она действительно достойная здесь очень много сыра и вы наверняка видели на камеру единственное вот по сыру который здесь используется он какой-то странный я бы сказал что может быть это российский хотя там желать здесь видеть какой-то пармезан то по меньшей мере смешно смешно было бы нормально на какие-то пакманы да и по поводу коробки вот тоже отдельная история в океи упал в моих почему в моих глазах да по поводу коробок вы знаете я начали запарился бы купил их потом с и думали одна больше другая меньше да но вы знаете вот если вы сейчас видели они все одинаковые по размеру поэтому это скорее всего маркетинговый ход не самый понятный для меня ну типа наверно вы увидели коробочка больше значит и пицца больше а по сути по размеру они все одинаковые да в каких-то наверное побольше начинки за счет этого они выводили к цезарю вопросов нет единственный вопрос конечно корки потому что вот сейчас прошло время она вообще нереально то есть вот на уровне но на уровне сухаря то есть корку придется не есть я не знаю будем ли мы это сегодня есть я не сторонник скажу вам пицц но первое точно поем заключительный пятый клиент в нашем списке а четвертый упал просто такие не заметил компания ok что сказать ребятки а скажу я следующее что если брать в пример то это лента есть такие это два сетевых гипермаркета которые как мне кажется это очень правильно если они делают свою продукцию то в глазах потребителя она должна быть ну во первых смотреться хорошо во вторых быть вкусной но и более-менее полезные а полезности естественно я опущу ну вот здесь как-то вот она вроде сделано неплохо здесь и тесто наташка ты заметил что даже больше приближена к домашнему но количество колбасы немного напрягает нет мне напрягает вот эти грибы которые пошинкованы сделайте вы хотя бы но у ленты даже получше эти грибы вы нет они не намного лучше будут как-то поинтереснее колбаска как-то сделано получше а здесь прям положили вот там 7 кусков этой колбасы и сыра ну настолько мало вот сыра реально пожалели вот по-другому не скажешь соуса тоже не интересно в отличие от ленты которую скорее всего запердурили какого-нибудь ешного соуса но это можно есть ленты немного оки немного расстроил я скажу честно это никакая не реклама для меня окей сам по себе магазине немного ближе в плане в плане идеологии мне он больше нравится как там все расставлено но хотя последнее время на тоже место в принципе в ленту все время ездим я расстроился заки я думал что я вообще если честно бы я думал что будет так что это будет в конце саму стоять ленты окей нет вот такой вот колорит оказался пятое место вичи ребята лучше вы делаете короче крабовые палочки я могу ошибаться но спицей что-то у вас какие-то косяки пока что хотелось бы сказать по поводу упаковки на которой написано больше начинки которые нам вот они с барского плеча откидывают лишних 30 грамм начинки по всей видимости как это нарисовано на картинке и как это выглядит живем то есть вот здесь грибочки цельные да вот как-то вот но овощ единственное что мягко говоря вот это вичи понравилось это количество овощей и перца я вообще люблю пиццы чтобы было и перец может даже красного лука добавили но такое количество сыра ну вы меня извините но сколько она стоила стоила она у нас так 164 рубля ну не дешево с другой стороны от не самая дешевая пицца но вот если брать нет еще раз посмотрю но что это за соус но вот он он твердый а его нет его я не сумму так учуствуешь его шпателем наносили и лишнее на другую пиццу перегружали сын даже при наташ даже при учете того что ты его расставила но если бы но может быть это как-то хранилось не так в ленте или в окей где мы там не помню покупали все равно да да не держалась соус пакмэн она и выглядит не очень тесте нет тесто кстати неплохое а ну вот оно да но все превратилось сухарь количество сыра вот можно подумать над этим и сделать побольше, грибы тоже. Вот вы знаете, вот такое чувство, как будто ее делали на уровне тяп-ляп. То есть вот так вот взяли готовую вот эту основу. Там Вася, дай грибочков. Там Вася кидает издалека. И сколько долетит, столько долетит. И то же самое по всем ингредиентам. Единственное, на чем ребята из компании Вичи запарились, это по поводу овощец. То есть чтобы это полезнее наверное было. Я вот не знаю. Но вот я покупаю пиццу, такого не хочу. Вот так вот у нас получился наш рейтинг. Еще раз напомню, что то, что сегодня я сказал, это только мое мнение. Оно может не совпадать с вашим или с мнением производителя. Для меня открытие это 4. Доктор Эткер я пробовал. Мы как-то в разогрево съел, брали. Действительно, нормальная пицца. Но она и стоит. Мы купили по скидке. Я знаю, что они по 250 рен тоже продаются обычно. Поэтому непонятно. Нам повезло, скорее всего, да. Вот во втором варианте что-то бы с тестом придумать в Цезаре. Потому что и начинки-то много, и выглядит-то неплохо. А вот тесто подкачало, и я не хочу есть сухари. А здесь вплоть до того, что даже низ немножко такой суховатый. Вот такой вот рейтинг у нас получился. Как всегда, пишите ваши комментарии. Если понравилась рубрика, ставим пальцы вверх. Если не понравилась, естественно, ставим пальцы вниз. Накидывайте ваши идеи в комментарии, что хотели бы увидеть в этой рубрике. Я уже так понял, что не думал, что это людям будет интересно. Люди просят сосиски. Люди просят... А что же? А, красную икру и черную. Леха говорит, слушай, не запарься. Ну, не сложна черную икорочку к Новому году. Смотришь, сколько денег стоит. В общем, нет... А пера там первая на съемку. Ну, это естественно, конечно. Нет. Красную икру, скорее всего, возьмем ближе к Новому году. Может, к середине ноября. Я понимаю, что это интересно. Перед Новым годом узнать какую-то более-менее неплохую икру. В общем, будем смотреть, будем работать. Очень нужен от вас отклик. Понимать, что вам это нравится. Мне пока это все в кайф. Так что делайте выводы, господа. Ну, а с вами был, как всегда, Алексей Грельков. Подписываемся на наш канал на YouTube. Подписываемся на лайв-канал. Ссылочка на группу ВКонтакте будет в описании. До вкусных встреч. Пока. Много не ешьте этого. Я вас очень прошу. Лучше забубейте сами пиццу. Ну, и куда, конец, закажите через доставку. Там это более натуральное, наверное, все-таки без ешек и т.д. Что мы с этим делать сейчас буду. Я не знаю, потому что я уже сыт. Пока, ребята.